привет мои дорогие зрители с вами сегодня я и я учусь рисовать и сегодня я купила две такие вот стерки вообще пакетик открывается вот так эти стерки должны из пакетика вот так выпадать но нет пакетик порвался значит набор ластиков две штуки импортер китай и мне стало очень интересно имеет ли какое-то значение что синенькая и красненькая как она будет стирать я начала искать в интернете простерки стирки ластики клячи и как это правильно называется оказывается это так интересно вот до появления интернета многие из нас даже не догадывались что некоторые привычные для нас названия совершенно для разных людей по-разному звучат которые живут в разных городах или в разных странах вот например как вы называете этот предмет я привыкла называть этот предмет стерка ну может быть стирка вообще стерка а сейчас в эпоху массового виртуального общения выясняются такие удивительные вещи что этот предмет можно называть по-разному и мнение разные и в процессе обсуждения люди привыкли к своему варианту вот какой-то такой вариант у каждого свой например это можно называть стерка стирка ластик резинка кляча клячка и как правильно это называть я решила залезть в словарь ожигова в словаре ожигова такие интересные вещи я начала искать например стерка стерка такого вообще название не существует я не нашла нашла слово стереть еславе стереть вот слова стереть и в слове стереть написано что вот вы тут вот можно стереть резинка рисунок то есть слово стерка Слово «стирка» не существует. Тогда я искала слово «резинка». И первое значение слова – кусочек резины для стирания написанного. Первое значение слова. И, кстати, интересно, что второе или третье значение слова. Получается, там какие-то… Выключился у меня свет. Провязинная тесемка или резиновая нитка. Особый вид растягивающейся вязки. Вот для меня резинка – это вот это обозначение. Я не называю вот этот вот предмет резинкой. А как называете вы? Мне интересно, как вот люди называют. Я называю это «стерка» или «стирка». Хотя этих слов в словаре Ожегова не существует. Тогда поищем слово «ластик». Я тоже для вас уже нашла, уже отметила. Ищем «ластик». И самое интересное, что только второе значение слова «ластик». И написано тоже, что и резинка. Значит, для словаря Ожегова самое главное название вот этого предмета – это резинка. Ну, я так понимаю. Может быть, я понимаю не так, и мне интересно ваше мнение. Хотя значения, наверное, никакого нет. Для кого-то звучит «ластик» слишком литературно. Для кого-то это совершенно неприемлемо в повседневной жизни. Куда привычнее стерка или стирка. Вот мне привычнее стерка. А как привычно вам. А еще некоторые используют стерка или стирка. И все приводят свои доводы. Я нашла в интернете такую интересную информацию. Но эта информация ничем не подтверждена. Это просто так. Разглагольствование. Что москвичи любят название «ластик». Жители Беларуси любят название «стирка» или в некоторых областях «стерка». А Украина любит все названия. Но еще они применяют название «резинка» или «стирательная резинка». И для них это более привычно, чем «ластик». Ну, не знаю. Мне кажется, бред какой-то. Может быть, я не права. А как это можно по странам делить? Как, кто, как называют. Интересно ваше мнение. Вот вы из России, из Украины, из другой страны. Как у вас называют такой предмет? Вот. Еще существует клячка. Так как мы учимся рисовать, то мы должны разобраться, что это такое. Клячка – это разновидность стирательной резинки. Вот с ластиком мы познакомились. Клячкой пользуются в основном художники, оформители, черчурники, художники, графики и другие творческие личности. Хорошо, мы познакомимся, что такое клячка. Обязательно ее приобретем и будем стирать. Клячка представляет из себя специальную, легко мнущуюся, очищающую резинку, которая при применении захватывает частички графического материала, гуля, пастели, графита и тому подобное, не повреждая бумагу. Изобрела я чешская компания Кахенор, крупнейший производитель материалов для рисования. Клячку можно мять, придавать любую форму. От нее можно отрывать маленькие кусочки и вылепливать из них ластики любой формы для очень аккуратного стирания. Стандартно клячка серого цвета, но ее стали окрашивать в разные цвета, на качество не влияет. Но в некоторых местах я читала, что лучше покупать серую, потому что окрашенная клячка может окрашивать этим окрашенным цветом бумагу. Вау, мы... Так, все хорошо. Вот. Следует помнить, что клячка собирает на себя пыль, поэтому ее желательно хранить завернутым в целлофан или подобный материал. Что, наверное, не очень удобно, если я привыкнусь, что удобно. Я вот видела, что эти клячки хранят в коробочках таких маленьких. Главное отличие клячки состоит в том, что ластика мы просто стираем верхний слой бумаги, а на клячку прилипают частички графического материала, не повреждая бумагу и не размазывая рисунок. Это, конечно, очень интересно. Но еще вот такой вот вопрос, который я хотела узнать. Вот мне тоже очень интересно. Синий и красный. Я почему-то решила, что это будет для более твердого карандаша. Это значит для более мягкого карандаша. То есть это может стирать ручку. И мы с вами попробуем. Тоже полазила в интернете. Поискала, зачем на самом деле нужна синяя сторона ластика. У каждого школьника должен быть ластик. Как интересно. И большая часть людей, как и я, уверена, что синяя половинка ластика предназначена для стирания следов шариковой ручки. Ну, тут, наверное, я лоханулась, ложанулась. У меня же не цветная сама стирающая часть. У меня просто тут какая-то пластмасска отсунута. Эта пластмасска вынимается или нет? Угу. Она еще и вынимается. Короче говоря, наверное, это не имеет никакого значения. И вот на самом деле синяя сторона ластика стирает карандаш типа H, то есть твердый. А красная сторона, структура такого ластика, который стирает твердый карандаш, более твердый, ничего, она не твердая, по-моему, они одинаковые. Одинаковые. Структура красный или оранжевый бок ластика, вот бывают такие ластики такого цвета, признана для чертежей. Для более мягких карандашей. Так что ли? Фигня какая-то. И значительно позже люди выяснили, что все-таки синий ластик стирает карандаш. Но все-таки он делает дырки в бумаге. Ладно, бог с ним. Мы с этим разобрались. Ластик у меня, по-моему, фигня. Но мы посмотрим. Вот у меня есть кусочек бумаги. Это бумага альбомная. Кусочек из альбомной бумаги. Берем простой карандаш. Он без опознавательных знаков. Но он довольно мягкий. Это выявлено опытным путем. Рисуем карандашом линию. Почему я еще купила этот ластик? Потому что мне форма понравилась. У меня вот есть кахенуровский ластик. Но если где-то нужно тихонечко стереть, то хоть его пополам разрезаем. Так, значит, нижнюю стираем красным. О, слушайте, хорошо стирает. Не, ну какой-то осталось. Так, синим. Вот, для интереса я проведу еще одну линию. Кстати, линии остались. И кахенуровской стеркой сотру. Это кахенуровская. Вот там еще видны остатки. Ну да, наверное, наверное, мне кажется, не знаю, что вам видно, но мне кажется, что кахенуровская стерка с ней стирает лучше все-таки. Потому что от кахенуровской стерки не осталось следов. Ладно, попробуем ручку. Вот мне интересно ручку. Проведем линию ручкой. Попробуем стереть синим. О, что-то стирает. Слушайте, класс. Ну, не идеально. Ну, что-то подтерло. Так. Класс. Так что берите на заметку. Теперь стираем красным. Ну, наверное, так же. Угу. И теперь кусочек возьмем. Сейчас почистим стерку. Умеете чистить стерку? Берем стороной и попробуем стереть. И все. И кахенуров нифига не стирает. Ничего себе. Я даже не ожидала этого. Не, что-то стирает, конечно. Кстати, вот кахенуров не так снимает верхний слой бумаги. От этих стерок прям видно. Ай-яй-яй. Да, кахенуровская стерка мне нравится больше. На этих стерках, на этих видно прям стертый верхний слой бумаги. Знаете, никогда в жизни не пробовала стирать стерку... Ну, как интересно. Ну, можно сказать, каких-то усилий мы добились. Ну, еще интересно, цветной карандаш. Хотя желтый, наверное, зря. Пускай желтый. Берем синий. Слушайте, ну, в принципе, я довольна. Берем красный. И берем кахенуровский. Ну, кахенуровская мне нравится больше. Кахенуровская не сдирает вот этот верхний слой бумаги. А эти стерки, конечно же, прям жестоко сдирают верхний слой бумаги. А еще, в принципе, я хотела... Это для того, чтобы стирать... Стирать в... 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 В тетради. Что попробуем, как в тетради. И я эту стерку покупала для того, чтобы стирать в страте. И кахенуру. И кахенуру. Значит, что? Какой вывод? Эту стерку удобно, если что-то нужно подтереть в одной клеточке. Вот для этого я и покупала. Потому что мне иногда нужно прямо вот чуть-чуть стереть в клеточке. И знаю, как она пойдет для рисования. Попробуем рисовать и попробуем попользоваться. Но для тех целей, которые купила я, мне нравится. Так что, дорогие зрители, если кому-то было интересно, поставьте мне лайк. Я буду учиться рисовать. Буду учиться рисовать с вами. Вернее, я буду сама, если вы хотите, учитесь со мной. Буду рада видеть вас еще раз. Продолжение следует...